Давайте поговорим про невесту. Пророчество Нереварина, Неревар. Пророчество. Так, продолжаем. Тревожные сны, торговец, свежие сплетни. Ну, это, видимо, шаманка, так как мы в дом шаманки зашли. Правильно? Правильно. Небольшой совет. Носите с собой питательную еду. Если вы устанете, она поможет вам восстановить силы. Круто. Сейчас какой-нибудь гончуникс зажарю будет умирать. У меня шашлык из гончей. Муровин Красная Гора, да готур Ашхан. Вот про Ашхан надо поговорить. Он умный Ашхан и очень вежливый человек. Очень великий человек. Но не скромный. Он очень горд и сознает свои права и честь. Нашему племени повезло, что он следует советам скромной преданной шаманке. Ты мне тоже советов парочку дай. Кушат хочет невесту Тильване, да? Ни одна знатная телеванинская женщина не выйдет замуж за Эшлендера. Но у меня есть план. Это то, что нужно. Идите к моему другу. Савиль Имайт. Рабладелица на праздничной ярмарке рабов в Тель-Аруне. И скажите ей, что тебе нужна красивая донмерская рабыня, которая бы выглядела как телеванья. Потом Савиль Имайт скажет тебе, что купить и как одеть ее, чтобы она выглядела знатной телеванинкой. Ну а далее приведи ее в лагерь Зайна. Представь ее Ашхану как знатную телеванинскую невесту. Он не заметит разницы. Теперь ты не только избранный на счетом томада. Я еще сейчас работорговцем стану. Вот в чем дело-то. Параллельно в Вовку играет, говорит Антон. Музыка из Мора на фоне реально рвет шаблон. Ух. А там что? Как сейчас вообще? Во что играет Вовка? То я ее бросил опять после того, как Морлот в Дренор поиграл. Опять до рейдов дошел. Попробовал порейдить. Это было давно, когда они вышли. Только, собственно, вот. Давайте про эту Савиль спросим, где она. Торгует рабами на праздничном рынке рабов Теляруне. Рынок находится в северо-западной части деревни. Там вы ее и найдете. Хорошо. Телярун где? Башня волшебника и деревня Архимагистра Гатрена. Ну, мы ее уже видели. Тарарай, тарарай. Рабов покупай. Так. Телярун. Тельвоз. Тельмора. О, Телярун. Прицелились, сохранились. И сейчас я отвлекусь на секунду. Еще в Муравинде подозрительно много голых мужиков. Даже Кайкасада стоял среди домов в трусах. И говорил, я ждал тебя, предлагая у него поспать. Мендоса. Но когда вот ты это говоришь, то сразу же приобретает какой-то немного другой смысл, знаете ли. Я, правда, не туда лечу. Но сюда. Вот. Но смысл в чем? Я тут как раз когда-то про Кая сказал, вспомнил еще одну вещь, про которую начал говорить, но не договорил. Я начал говорить про то, что в Муравинде немножко есть проблемы с вот этим сюжетом, с пророчеством о Нериваре, о его возвращении в виде Нериварина. Дело в чем? Нам говорят, вернется Нериварин. Ох, чуть не упали. Опасно было. И он объединит племена Эшлендеров и пойдет в войну против захватчиков иноземных. Захватчики иноземные это Империя. Правильно? Империя. Империя сама. В лице Кайкасадаса, в лице тех, кто отправил нас сюда. Вообще, собственно, в Роденфелл. Они как бы нас подталкивают к тому, чтобы стать этим самым Нериварином. Они исполняют пророчества своими собственными руками, по сути. В котором говорится, что кто-то будет изгонять их как захватчиков. Вообще, а тут где логика? Скажите, Империя, она что там вообще в конец ударилась? Реально. Император сошел с ума и хочет сам себя выгнать из Муровинда. Но потом оказывается, что пророчество не выполняется именно так, как надо. Что мы никого не выгоняем, мы просто берем и убиваем Дагутура. Маленький спойлер, но все и так знают, что мы убиваем Дагутура, в принципе. Нет, некрофагист, она знала, что я не Нериварин. Она знала, что я родившийся в неопределенное время от непределенных родителей. Или в определенное... да, в определенное время от неизвестных родителей. Ну и там некоторые другие еще совпадали вещи. И мне как раз об этом говорят, что цель была как раз именно в том, чтобы меня, как исполнителя пророчества, направить. А просто случайного какого-то зэка отправлять в другую провинцию разбираться с пророчеством? Ну извините, это полный бред, реально. Это вообще не тянет даже на версию. Бивика. А ты на ГГ премиум купи или хотя бы задонати. Тогда подумаем на эту тему. Такой особый. А не задонатил. Вот. Рулет говорит, а жаль, шестой дом взяло очень колоритен. Да вообще, была бы возможность встать на сторону шестого дома. Я вот не помню, можно или нет реально это сделать. Так, ну это Телярун. И в Теляруне рынок рабов должен быть. Кто вообще здесь? Давайте журнал откроем. Праздничный рынок рабов Телярун. Праздничный рынок. То есть праздник рабов. Вот Телярун. Теперь на местность переключаемся. Аптекарий. Аптекарий. Вход в башню. Торговец. Зачарователь. Жилые помещения. Заговоры зелья. Подземелье. Подземелье. Но я думаю, может быть где-то рядом есть еще. То есть полетаем вокруг сейчас. Перед этим зэка сделали спецагентом. Приняли клятву. Поставили на жалование. Тут все разумно, говорит Патэш. Интересно, а почему сам зэк об этом не знает? Вот реально вот вопрос. Почему зэк не знает о том, что его сделали агентом. Поставили на жалование. Приняли клятву. Но это как бы происходит, когда мы к Каю Касадосу прибываем. Но почему именно меня выбрали? И отправили к Каю Касадосу. Это вообще очень странная тема. То есть как бы тут очень это все нелогично. Серьезно, я вам говорю. Вообще без шуток. Дземелья Теляруна. Праздничный рынок рабов. Возможно, он не рядом с башней Теляруна. То есть возможно, это где-то находится здесь Садрид-Мори. Ну так бы тогда и сказали. В Садрид-Мори рынок рабов, да? Логично. Логично. Ох, какая логика в Муравинде. Итак, пишут. В гайде отправляйтесь в Тель-Арун и поговорите с Савиль-Имайен. Эх, вот. И где ее искать? Где это Савиль-Имайен? Может, с кем-то поговорить здесь надо. Может, кто-то знает что-то. Они явно что-то подозревают и могут мне рассказать. Только нужно найти этих их. Вон они ходят, видите? Топ-топ-топ-топ. Торговец. Но это явно не торговец с рабами. Я очень в этом уверен. Аптекарь тоже... Почему-то у меня такое чувство, что это не торговец с рабами. О. Снимся. Отъявленный преступник? Ну, так и есть, да. География, услуги, маленький секрет, небольшой совет. Определенное место. Доки находится на юг. Деревня и рынок рабов на севере. Ага, на севере. Так, понятно. Спасибо. На север рынок рабов. А башня в центре. Где же этот рынок рабов? Где ты? Ау. Башня вот она. А север где? Синологично, просто объяснимо. Императоры из рода Септимов. Они все, каждый по-своему, особенные были. Ох, в твоих устах это звучит очень как-то, знаешь, так обидно. Родовая гробница. Нет, это не то. Фрик Саша, говорит, написано, что трансляция по Fallout 4. Вот я подумал, что это под названием Моровин The Fall. Про Fallout 4 ничего не написано. Какое Fallout 4? Не надо меня троллить. Моровин с Дайс Мастером написано. Трансляция по Fallout 4. А, действительно, по Fallout 4. Я на Моровин заменял. Это все-таки, значит, не троллишь. Сори. Но я реально изменил это название. Я поменял название игры. Вот. И почему-то оно все равно осталось в Fallout 4. Что за трэш? Хотя бы на Ютубе нормально сменилось. Кто радует? Извиняюсь. Действительно, какая-то фигня непонятная. Но я точно помню, что я сменил это название игры. Но за этим проблема стримить разные игры постоянно. С другой стороны, когда стримимы что-то одно, то очень быстро людям надоедает. Хочется разнообразия, что-нибудь новенького, всегда разного. Но при этом, чтобы старенькое тоже продолжалось и проходилось до конца. Видите, как все тонко. Приветствую, говорит, команданта. Соскучился по Варденфеллу. Снова потянул стать всемогущим. Да. А не так, чтобы постоянно клей искать. Нюхать его. Как бомж какой-нибудь. Но где рынок рабов реально? Это все не похоже на рынок рабов. Рынок рабов на севере от башни. Вот башня, да? Рынок рабов, ты можешь быть по этим грибочкам? Нет, он не под грибочком. Рынок рабов. Рынок рабов. Земелья. Может быть там? Но я что-то сомневаюсь в этом. Рынок рабов. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Там какое-то строение. Рынок рабов не ты ли это? Похоже нет. Верующие какие-то вообще. Что-то до год урской какой-то непонятной субстанцией пахнет все это. Прочная деревянная дверь в Индорнион. Записка Сильвону. Я пока оставлю, наверное. Но выглядит круто. Очень, знаете, так таинственно, интригующе. Проверь подземелья и те, кто там у двери стоит. Может это оно? Я не думаю. Рынок рабов находится в подземелье Теляруна? О-о-о-о. Мне же говорили на севере. На севере? Да, если это на севере, рассказывал мне какой-то непонятный охранник. Просто хотел меня обмануть. Привет, скептор. Сирлицифер, спасибо тебе за наводку. Это очень важно будет. Потому что я уже тут бегаю и фиг знает сколько круги нарезаю. Про рынок рабов на севере мне рассказывают и про то, и про сё. Суть Моровинда. Полчаса искать нужно тебе локу, летая по всему Моровинду. Это как сикеры, которых нету, но они есть. Фича анимака. Да, так это фича вообще. А, так это и есть рынок рабов. Вот эти вот клетки с каджетами. Вообще шлонного сахара. С рук не кормить. Я знаю тебя. Ты дайс мастер. А вот и Савиль Имаин. Или Имаин. Не знаю. А я не могу думать, когда я напугана. Понятно. Она не может думать, когда напугана. Давайте её очаруем своей харизмой. У нас не хватает магии. А как это так вообще? А, потому что нужно простое очарование юзать. Всё правильно. 76. Не хватает. То есть нужно перед этим убрать наш статус преступника или что? То есть в чём суть? Искупить свои долги? Заплатить штраф или как? Я же убил, насколько помните, ординатора. Просто покромсал его адово в Вивике. Пройди ещё раз, Диабло 2? Нет. Холод Девил. Нет. Не смогу и не буду. И не захочу даже. Что же делать там? Что же делать там? Что же делать? Что же делать? Я знаю тебя. Ты даешь мастер. Отъявленный преступник. Я хочу уйти. Да-да-да-да. Уйди в этой клетке куда-нибудь. Давай попробуй. Просто попробуй. Так, охранник мне не поможет. Не поможет. Садрит Мур, наверное, нужно сбегать. Избавиться от нашего преступного, так сказать, прошлого. Одень очки на плюс харизму. Не поможет. Вот уж точно не поможет. Так, нам нужна левитация. Ох, зря, говорит Лоэлсон. Если ординатор видел тебя в ординаторской броне, то они тебя будут до конца игры ненавидеть. Нет, я броню не надевал. У меня броня обычная. Вот такая вот. Немного дрожит, но ладно. Отсадрит Муром. Саемся. Что у нас там, охранники ходят? Привет, охранник. Заплатить золотом. 936 золота. Предмет переда. Какие ординаторы дорогие-то вообще, а? Сейчас, надеюсь, у нас ничего не пропало из нашего... Из нашей экипировки. Меч на месте, самое главное. Спаги на месте. Наша вторая ценность, по сути. Гильдии воров не помогут. На самом деле, наверное, могут помочь. Я не знаю, правда. Мне легче золотом заплатить. У меня сколько там золота. Давайте глянем. 14790. Нормально. Ради становления нерварином. Оно того стоит. Доедрик. Да, доедрик. Кругом доедрик. Прады шлем. Имперский, серебряный. Но доедрический на плечи, доедрические перчатки. Керас, правда, ибонитовая. Ну и меч доедрический. Ядрить, как говорится, доедрить. Игра прекращает свою работу. Она падает. Это становится уже немного раздражающим, скажем вам. Ты мог просто в тюрьме отсидеть. Прекращена работа муровинда. Муровинд прекращает свою работу сразу же. Закрыть программу. То есть он не хочет запускаться даже. Штаны доедрик отдал, говорит, волосы дал. Как? Ладно, найду еще. У тебя 15к. Да найду, конечно, найду. Плюс один муровинд, он не хочет, чтобы ты доедрические штаны отдавал. Ох, доедрические штаны. Как малиновые штаны, только доедрические. Так что, я их отдавал? Нет, еще. Нет, у меня дедрические поножи. Так что, из Садрит Мора можно ли куда-то перенестись? По-моему, у Садрит Моря был телепорт в гильдии магов, а там можно было в гильдию воров попасть. Ольверен Холл, Ольверен Холл. Что это вообще такое? Или это что-то не то? Походу, куда-то не тогда попал. Штаны за 40 гривен? Не знаю, за сколько они. Выкинь их за углом, заплати ее, бери обратно. Ну, тоже тема, конечно. Но я не уверен, что там только штаны, понимаете? Вдруг что-то еще. Так, выложить за углом. Наложи на ворованную вещь зачарование, она станет твоей? Да, есть такой трюк. Так. Вот они штаны. Заплатить золотом. Прощались и обратно штаны берем. Штаны 44 тысячи стоят вообще. Штаны имеют цену 44 тысячи. Офигеть просто, просто офигеть. Я такое хотел отдать. Нет, я что-то, видимо, попутал. У меня тоже выпадала игра, говорит Серлицефер. Но у меня прямо на диске было это написано. В смысле на диске. На каком диске что у тебя было написано? Ладно, сейвушки. Без читов никак. Какие читы, Перкин? Какие читы? В каких читах вообще идет речь? Серьезно. Я видел, как люди в спидранах Моровинда обвиняют людей в том, что они читерят. Это вообще просто разрыв мозга. Насколько надо быть тупым, абсолютно конченным, чтобы обвинять людей-спидранщиков в использовании читов. Это вот, вот, вот. Не вяжется в голове реально. Так, что мы хотели-то? Да мы левитировать хотели отсюда. Вот. Возьми свою левитацию и левитируй отсюда. Серлицефер говорит, я знаю, что нужно делать, чтобы игра не падала. В настройках установить аппаратное ускорение на минимум. Аппаратное ускорение на минимум. Не. У меня нормально работало раньше. То есть до того, как я десятку поставил, у меня все было нормально. Возможно, переустановить нужно. Потому что у меня такие же проблемы были с некоторыми другими играми. Например, вообще там XCOM не запускался. С Long War. Что-то типа там, в общем. Ну, теперь-то я достоин твоего взора. О, Савиль. Добро пожаловать, дайсмастер. Ну и добро пожаловать на ярмарку рабов, где продаются лучшие рабы в Роденфелле. Я Савиль и Майн. И я точно знаю, что у нас найдется для вас раб. Вы ищете обычного раба для хозяйства, или вы ищете что-то особенное. То есть я ищу блохастого котейку, или я ищу какую-то брезгливую фифу. Вот. В этом выбор. Как тебе, 10? Нормально? Вообще хорошо работает. Доволен полностью. Фоллоч не доел? Нет. Понимаете, когда я прохожу Фоллоч, все пишут, а когда будет, например, Невада? Когда XCOM будет? Когда Моровин будет? Дайс? Когда СУ будет? Когда я начинаю стримить не XCOM, остальная часть людей говорит «Дайс, ты что, бросил XCOM?» Это вот какой XCOM? «Ты бросил Fallout?» Когда будет Fallout? Ну, в общем, всем не угодишь. Вас много. Каждый интересует что-то свое, безусловно. А мы интересуемся особенными рабами тем временем. Тебе нужна рабыня, которая изображала его благородную леди из Тильвании? Блаженная Альма, ох уж мне-то соному забомат ее хитрые планы. У меня еще есть рабыня, которая тебе нужна. Фалура Лерву. Красивая девушка из Данмеров. Но сначала тебе придется купить изящную сорочку, изящную юбку, изящные туфли, чтобы одеть ее. Иди, достань эту изящную одежду и принеси ее мне. Вот тогда поговорим о цене. А где изящную одежду достать? Где можно достать изящную одежду? Тельмора, портниха Элеганан. У нее есть очень милые вещи. Видите мою одежду? Изящная сорочка, изящная юбка, изящные туфли. Я купила их у нее в магазине. Может быть, вам имеет смысл обратиться к ней. А когда вы обзаведетесь изысканной одеждой, мы сможем поговорить о том самом особенном, которое вы ищите. Прямо сейчас открою настройки, найди параметр опоряданного ускорения, установи его на минимум. Настройки чего открыть, Серлицефер? Где их открыть? Понимаешь, такое понятие, как настройки, существует кругом. В Индии, в игре, в драйверах, где только нету. Такую блохастую фифу из дома Тильвани. Какая разница? Там с любым утырку. Надо Моргнянку купить. Так, нам нужны Тельмора, да? Тельфир. Тельвоз. Телярун. Садритмора. А Тельмор где? Хлмаян. Малакмар. Тельбранора. Где же ты, Тельмора? В Тельморе мы должны были быть где? А, вот Тельмора на севере. Что ж, полетели. Трапку пи. Вот удивятся. Ага. Тельмор. Тельмор. Опция игры. Нажми Escape. Настройки. Сложность. Ну вот видео, например, да? Видимость яркости в реальном времени. Полностью. Нажми escape. Нажал серлицфер. Игра перестанет лагать. Не нажимается еще. Не знаю, в общем, что ты имел ввиду. Самое главное, регулярно кастовать полет. Видите, изменение выросло на 42. Звук. Звук. Аппаратное ускорение. Программный режим. А, тогда понятно. Спасибо, спасибо. Попробуем таким образом вкладку звук. Отлично. Он, наверное, про аппаратное ускорение звука. Да, я теперь понял, что аппаратное ускорение звука имел ввиду. Вот видите, достаточно добавить одно единственное слово. Не просто аппаратное ускорение, а аппаратное ускорение звука. И все. Совершенно другое дело. Так, а видео у нас прорисовка. Видимость полностью, да? Да, полностью. Что же у нас так прорисовывается на глазах? Проверка связи. Говорит, командант. Чат на Твиче читается? Да, читается, конечно же. Он там приветствует тех, кто на Твиче находится. Нам сюда, в Тельмору. Она уже, видите, виднеется башня вдалеке. Вообще, знаете, фаст-тревела временами не хватает, потому что вот так вот уныло лететь, прожимая левитацию. И это просто геймплей 10 из 10. Как там говорится, геймплей на кончиках пальцев. Вон, видите эти пальчики в черных перчатках, да? Вот эти кончики пальцев кастуют на нас левитацию. Какой геймплей? Кстати говоря, везде, кроме ГГ премиума, идет рестрим с ГГ с меньшим качеством. Ну, хотя, понимая, для такой игры, как Моровинт, это не особо важно. Например, всякие мелкие тексты в игре и прочие вещи, они гораздо лучше читаются. Так, в Тельморе нам необходимо было по журналу. Сильвеймен. Опция, 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 задание. так ни одного скорой натальевания понятно изящную юбку чтобы одеть девушку она сказала кого-то а вот кого я не помню точно здесь нужно покупать сейчас посмотрим кого здесь можем найти вообще не на привет свинина прикольная где меня могут обслужить спрашивает она можно было бы сказать вам если бы вы нравились больше так это поправима дорогуша это поправима очень очень похоже на какой-то сторонний квест просто очарование сработало до 49 так обслужить там было до услуги потерялась я не на пристав и наемник мое место работы великий дом селивания понятно но про здесь работает у нас видите диалог был построен так что типа она что-то говорит про обслуживание я нажимаю обслуживание она говорит что если бы вы мне нравились больше я вам рассказала впечатление что это похоже на какой-то квест а фиг вам вообще просто обычный разговор ничего не значить бронзовая дверь в торговка не то нам нужна торговка которая дверь но но дом ноны но кто-то у кто торгует именно всякими разными предметами одежды это кузнец не то аптекарь тоже не то уже пробовал fallout 4 как себе игра грит командант понравилось да понравилось ну конечно без недостатков не обошлось их там достаточно много но в целом она самое главное затягивает это вот все что нужно больше остальное уже смысла не имеет так а тут у нас еще раз что было телемора флаг отсюда мы приходим значит возможно где-то здесь еще есть что-то о парт ниха замечательно нашли мы это парт ниху сейчас не поговорим определенное место здесь поговорить напрямую про это нельзя можно просто купить что не есть вычурная мантия не нужно нам нужна изящная одежда лгд ежи завод изящная изящная мантия изящная сорочка изящная юбка изящное кольцо по моему не нужно изящные панталоны вообще требуется изящные туфли насколько я помню нужна была именно мантия ли мантия вообще помню нужна была насколько помню простая простая юбка даже остальное простое дорогие штаны бери все грит замбис так-то до панталоны хорошая тема же ютюбе синхронизация лучше почему-то кратер джей в задержке меньше чем на гг это странно это реально странно ну наконец-то услышал здравое мнение горит командант а то нытики олдскульщики надоели хейтить игру что интересно хейтит но играют парадокс да да в этом проблема я как бы сразу отметил для себя что-то между прочим есть отличие от старых частей часто не в лучшую сторону но интересно же что еще нужно вот бери все ладно панталоны возьмем изящные туфли взяли изящный амулет вообще брать не буду изящный пояс например можно взять просто комплект изящности есть теперь отсюда сваливаем сэмси полетели назад так куда нам нужно направляться вам в юго-восток юго-юго-восток я бы даже сказал нет не то заклинание левитацию пожалуйста и поехали взлетаем все полеты реально доставляют приятные эмоции здесь вот игре как же приятно взять и воспарить над миром с огромной скоростью пересекаем местность все это встретиться со скальным наездником измочить эту тварь так одеваешь эту мадам почетное рабство конечно же не ну вы что быть женой какого-нибудь никакого ашхана то есть лидера племени это довольно круто это гораздо лучше чтобы просто быть рабыней не знаю даже у кого и какой ну просто рабы нет не очень интересно а потом разведется убьет мужа возможно даже просто получить наследство и заживет нормальной жизнью я кстати ничего против этого не имею ее дело мазил простой а стать не аварийным почему не пользуешься транспортными услугами потому что транспортные услуги не очень удобны они как бы не позволяют отовсюду и везде попасть а лишь через определенные точки и для этого нужно знать где откуда куда конкретно нужно попасть мне легче долететь реально легче долететь давно стримишь да ну честно говоря да чё нас кстати куда я делся бс два часа уже почти вот кто там меня хочет всем меня хочется как классный даст мастер на расклад просто если бы так часто скальные наездники облавовое стекло не бились да постоянно как будто бы какие-то не знаю крыса летучие догнали вдвоем уже умереть от падения за наездников потому как не успел кастануть и в этом весь моровинт а если у них многоженство замбис то ей не будет одиноким во всем есть плюсы когда холодными моровинскими вечерами может быть не холодными не знаю какими тут бывают праздные в конце концов вот она будет тихонечко плакаться где-то в уголке и грустить о своей бесцельно прожитой жизни как она могла бы быть респектабельной рабыней на расхват переходить из одного из них рук в другие вот я буду тишать ее подруги по несчастью в этой игре в свое время впервые увидел шейдерную воду грит локи минут 15 в речке резвился до шейдерная вода это был большой плюс вы знаете игру реально ругали за то что она шейдеры используют исключительно для воды если реально больше ни для чего шейдер не нужны были так